Меджит Салихович Ахиджаков родился 15 мая 1914 года в Майкопе. Ныне, республика Адыгея, происходит из знатного адыгского княжеского рода Ахиджаковых. Видимо, это не более чем семейная легенда, так как такого княжеского рода в исторических источниках не значится. С 1925 года учился в адыгейском учебном городке в Краснодаре. Сначала в общеобразовательной школе. Затем в сельскохозяйственном техникуме актерский талант начал проявляться уже тогда. Меджит Ахиджаков принимал активное участие в творческой жизни школы и техникума как певец. Актер и танцор в 1932 году вступил в ВКП. Б. С 1936 по 1941 год обучался в Государственном институте театрального искусства. Гетис, имени А. В. Луначарского на режиссерском факультете, класс Н. М. Горчакова, во время обучения не ограничивался только программой курса. Дополнительно посещал репетиции известных мастеров. В частности, В. Н. Немирович и Данченко в Амхате. За трудолюбие и целеустремленность студента Ахиджаков был отмечен персональной стипендией. К слову, М. С. Ахиджаков является первым адыгским профессиональным режиссером, окончившим Московский театральный институт. После окончания института М. С. Ахиджаков вернулся в Майкоп, работал сначала режиссером, а потом главным режиссером объединенного адыгейской и русской труппы. Драматического театра в Майкопе более четверти века отдал развитию театрального искусства Адыгеи. За это время Меджит Салихович поставил более ста крупных спектаклей и сыграл более семидесяти ролей современного и классического репертуара. Меджит Ахиджаков вел педагогическую работу. Занимался переводами, перевел на адыгейский язык такие песы, как «Ревизор», «Коварство и любовь», «Женитьба Фигара». С конца 1950-х годов работал на руководящих должностях в адыгейской автономной области. Возглавлял областное управление культуры. С 1971 года режиссер на пенсии. В последние годы жизни Ахиджаков ослеп. Он жил в небольшой московской квартире, где его дочь, знаменитая актриса Лия Ахиджакова, создала максимально комфортную обстановку для почти слепого человека. Большую часть его квартиры занимал уникальный архив ценных книг, фотографий и документов, посвященных истории и культуре Адыгеи. Который режиссер собрал по крупицам за время работы. Часть собранного Меджит Салихович передал государству. Другую хотел подарить Адыгеи, предварительно создав в Майкопе музей театрального искусства. Однако адыгейские власти отказались выделить помещение. Сославшись на отсутствие денежных средств. Меджит Ахиджаков скончался 3 января 2012 года в Москве на 98 году жизни. Похоронен на Востриковском кладбище рядом с супругой.